Работа у нас началась, и началась она у нас давно. Мы сегодня наводим очень серьезный порядок на всех захоронениях, на всех памятных местах, на всех памятных знаках, памятниках, которые есть на территории города, за которые муниципалитет отвечает. Глава города также рассказала о том, что в скором будущем в Мурманске может появиться еще одно место памяти. Речь идет о госпитальном кладбище на Верхнеростенском шоссе. На данном этапе ведется обследование данного участка, определение его границ и границ захоронений. На этом кладбище похоронены не те, кто погиб во время боевых действий, а те, кто умерли от ран в госпитале. Серьезно мы вместе с нашими поисковиками и ветеранами занимаемся сегодня этим кладбищем. Поэтому очень много работы. И еще раз повторяю, совещание первое, но это не значит, что мы только сегодня начинаем вот эту вот очень большую работу. Безусловно, самое главное событие, которого ждут все горожане, это традиционный парад. По словам Андрея Сысоева, уже начались репетиции гарнизона. Подготовку к параду начала и военная техника. Тренировки у них проходят в поселке Корзуново на территории бывшего аэродрома. Помимо парада Победы, мурманчан, как и всех остальных россиян, ждет в этом году и празднование трагической даты начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года. Анастасия Семенова, Павел Третьяков, ТВ21+.